Всем привет! С вами снова я, Настя, и сегодня у нас такой небольшой беспорядок. Я снимаю видео-обзор на все вещи моих кукол, и сейчас они все перед вами. А также, кто еще не смотрел обзор на нашу одежду, то переходите по ссылочке в описании и смотрите. Также в описании будет ссылка на обзор на наш уголок, где я храню все эти вещи. В общем, в любом случае, заходите в описание, там интересно. Ну и мы начнем слева направо. Это одежда Эмилии, на нее уже был обзор, как я сказала. Первая это вот такой контейнер, в котором пока что мало что лежит. Пока что тут только такие различные всякие одеяльца, вот теплое такое одеяльце, вот такое одеяльце. Такая простынка совсем легкая. Платочек, два платочка, этот полегче, этот поплотнее с птичками. Очень большие платки, я не буду их разворачивать. А вообще, потом, когда у нас станет больше одежды, она, я думаю, перестанет помещаться вот сюда. Я буду сюда складывать часть, так думаю. Также мне показалось, что нужно показать наш пледик, тоже как наша вещь. Для мини-реборнов здесь я либо просто выкладываю сюда кукол, либо снимаю на его фоне видео. Он двусторонний, мягкий, из фикс-прайса. Замечательно. Ну, не важно, на самом деле он классный. Дальше тут еще есть наши платочки. Три штучки. Такие разные всякие, с цветами в основном. Вот эти два я вам еще не показывала, но тоже, возможно, я иногда их буду стелить, как на фон. Вот этот вот я показывала уже, по-моему. Ну, не важно. Дальше идут вот такие маленькие подушечки. Это все подушки для Эмилии. Вот такие маленькие. Дальше идут два таких пакетика. Мешочка, в которую можно складывать вещи на прогулку или в поездку. И последние из вещей Эмилии, они лежат в таком пакете, который я заранее открыла. Здесь ее носочки розовые, серые. Повязочка на головку. Здесь пустышки. Вот такие пустышки, маленькие, очень вот моя рука. Вот эти пустышки. Они на зубочистке все. И одна пустышка на прищепке. Также на лизуне сейчас одна пустышка, тоже на зубочистке. И сама она лежит в таком, как, мешочке, переноске. У нее три кроватки, как вы видите, это одна из них. Также там подушка и одеялка. Выплевывает сосочку, не хочет, видимо. Давайте заберем и положим все обратно. Также тут царапки, не помню, показываю или нет. Они одни, но нам хватает. Я редко одеваю царапки Эмилии. И тут есть еще три красивые повязки. Черная, розовая и серая. Дальше идет наша бутылочка с водой. Отсюда можно воды налить, кашу разбавить или умыться утром. То есть универсально. Матрасик. Двусторонний, мягкий очень. Для примера можно взять Алиску. Вот замечательно все. Она здесь лежит. И у Алисы вот такая кровать. Тоже ей здесь очень удобно лежится. Белая подушка и одеяльце. Одеяльце причем вот такое большое. Далее я буду показывать вещи, которые лежат в таком контейнере. А если точнее, то это таблетница. Но для мини-реборнов это очень удобно использовать. И начнем мы с первого отсека. Тут лежат различные украшения. То есть это вот такие бусики. Браслетики. Для кукол. Моих маленьких. Кстати, как сделать вот такой браслетик. И сразу же я покажу, как сделать вот такие вот бусики. Для мини-реборна. Это все я покажу в одном видео. Которое выйдет в ближайшую неделю, я думаю. В ближайшее время. Все я там покажу, расскажу. Сейчас сделаем еще один браслетик. Еще такой желтенький на Дане. Ну и тут просто такие резиночки. Следующий отсек очень интересный. Тут лежит еда. Это все лепила сама из полимерной глины. Вот такая вот яичница. Два кусочка хлеба. Сырочек. Колбаска. То есть я делала два кусочка. Один как бы целый, другой надкусанный. Сосиска. Очень реалистичная получилась. Сосиска как будто бы разрезанная. И вы уже видите, тут разные печеньки. Тоже эту печеньку как будто бы кто-то откусил. Это, так скажем, мой такой реквизит для видео. То есть вот как будто бы я даю печеньку куколке, и она ее кушает. Откусила уже. Или, например, можно соорудить такой завтрак. Бутерброд с сыром. И яичница. Ну это, конечно, для старших деток. Можно вот еще сосиску положить для старших деток. Для Алиски. И для Дани. Эмилия, Джозеф и София кушают пока только смесь. Ну иногда там сок пьют. Редко. В следующем отсеке лежат царапки, которые я показывать не буду. То есть я не буду их доставать. Здесь получается пять пар. Розовые, голубенькие. Вот такого цвета. Такие вот. И черно-белые. То есть в горошек. В следующем отсеке также лежат изделия мои из полимерной глины. Первым делом расчесочка. Также вот такие различные баночки. Это как будто бы капельки в носик. Ножнички, чтобы подстригать ноготочки. Тоже как будто бы капельки в нос. И это как кремик. Вот такая интересная коробка. Дальше хочу сразу показать. В этой коробке я уже делала обзорную одежду. Хотела бы показать свидетельство о рождении моих кукол. Также здесь лежит рисунок, который мы рисовали в одном из блогов. Вместе с Алисой и с Даней. И вот все наши документы. Это у Джозефа такое красивое. У Эмилии. У Алиски. У Дани. И у Софы. И здесь сверху еще я не успела разложить одежду. Распаковки. Кто, кстати, не смотрел распаковку вещей с интернет-магазина. С типа интернет-магазина. То также переходите на мой канал и смотрите. Очень интересное видео. Также сразу хочу показать все повязки для Софии. У нее их целых 12 штук, если я правильно посчитала. Самых разных цветов. Давайте ей сейчас вот такую оденем. Красотка. Есть даже вот такая красивая повязка. Это я вручную пришивала. То есть такая снежинка и кусочек... Не кусочка, а просто одна штучка бисера. Сейчас покажу, что лежит в такой коробке. Здесь несколько наших слюнявчиков. Вот такой на пуговичке. Голубенький таких два одинаковых. И две повязки. Они на Алису. Вот так одна из них выглядит. Некоторые из наших трусишек. Еще на детишках сейчас трусики одеты. Здесь такие подгузники. И также, что поинтереснее, я вам сейчас так покажу. Вот такой беленький с машинкой. И такой желтенький с мячиком. Они то есть такие вот плотненькие, сшиты как настоящие. Я старалась. Возможно, как-нибудь мастер-класс делаю. И у нас беленьких вот таких вот два с разными машинками. Один сейчас одет вроде как на Даниэле. Или на Джозефе. Я уже не помню. И еще у нас есть вот такая привлекательная упаковка. Тут лежит все только вот такое бумажное, салфеточное. Покажу один. Вот так вот они выглядят. Видите, вот, допустим, есть на двустроннем скотче. Такие. То есть сразу они как настоящие одеваются. Это у нас совка в основном такое носит. Сейчас также быстренько покажу переноску Софии. Она выглядит вот так. То есть тут идет, все застегивается. Можно все застегнуть на кнопках. Но я редко достаточно застегиваю. На самом деле тут одеялко, подушка, матрасик. И тут картонка приклеена. Для устойчивости, для каркаса. Переноску можно носить, конечно же. Но то она и переноска. Кладем ребеночка. И идем гулять. И это переноска, в принципе, такого же плана. Только без верхней штуки. Также здесь постель, матрас беленький такой вот, простынка, одеяльце и подушка. Все, я сама шила вручную. И сшито вот это, кстати, из настоящего постельного белья. И у нас осталось последние две коробочки. Сейчас я покажу их содержимое. И мы уже закончим. И первая коробочка. Здесь лежат различные резинки, чтобы закреплять пеленки, допустим. Вот такие хлопья. Все по-настоящему. Каша. Тут также реальная каша. Губочка такая. Кисточка для того, чтобы смахивать пыль. Три вот таких тарелочки. Они все одинакового плана. И к одной из них в комплект идет кружка с кактусом. Две таких тарелочки. Вот такие пюрешки. Сзади тоже все по-настоящему. Сок. Такой я, кстати, недавно слепила. Из полимерной глины. И вот такой сок. Паильник такой. Еще у нас есть такие разные паильники. С авокадо. Девчачий. Бутылочка такая. Вот такая мелота. И еще. Типа бутылочка с водой. Наши самые маленькие бутылочки такого плана. Из бусинок. В основном для Эммы. И вот такого плана бутылочки. Вот эти две я сделала совсем недавно. С водичкой и как будто бы с соком. Вот такие у них верхушки. Из полимерной глины. И вот такая большая бутылка со смесью. Тоже я ее разрисовывала и красила. Также лаком покрывала. Присыпочка такая. И здесь уходовые средства. Это ватные палочки. Есть зубочистка на всякий случай. И два термометра градусника. Электронных таких разного типа просто. Но тоже я делала из полимерной глины. И последняя из этой коробки. Это такая капсула с пустышками. И вот они, все наши пустышки. Можете оценить мои старания. Потому что это очень миниатюрная, тонкая работа. Мне все эти пустышки очень нравятся. Они мне все очень дороги. Потому что я над ними очень старалась. Вот это все. Они получаются на зубочистках. А вот эти три для Джозефа. Они на магните. Вот это самая тонкая работа с Мишкой и с котиком. Я еще и прибралась. Вообще замечательно. И последняя. Это наши игрушки. Я не буду прям заострять внимание на каждой. Вы сами посмотрите. Некоторые я делала сама из полимерной глины. Некоторые из киндера. Пирамидка разбирается. Вот так. И такой игровой куб. Покажу со всех сторон. И такая юла. Это игрушка моего детства. Она мне очень нравилась. Поэтому сейчас я решила ее оставить для кукол. Ну и последнее, что я вам покажу, это вот такая партия игрушек самых маленьких. У меня уже голос охрип, потому что это второе видео за день. Еще и такое длинное, объемное. Но мы уже заканчиваем. Морская свинюшка. Такие три машинки. Гусеница. Ну и тут по мелочи все. Такая игрушечка. Из автомата. Ну знаете, туда суешь монетку, и выпадает игрушка. Она была в одной капсуле вместе вот с этой вот, розовой. Это вроде покемон какой-то. Это вот типа грызуночек, когда зубки режутся. Есть даже ксилофон, вроде бы это называется, вот так. Играть. И это фигуры раскладывать. Квадрат, трапеция, круг и треугольник. Ну а если вам понравилось мое видео, то пожалуйста оцените мои старания лайком. Также можете подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы узнавать о новых видео. Всем пока!